Сегодня мы представляем седьмой рассказ из серии «Полёт в бездну». В нём говорится о борьбе против монголов последнего харизм-шаха Джаля-эд-Дин Менгбурны. Сюжет захватывающий, и посему советуем прослушать до конца и подписаться. Пройдя огнём и мечом по Харасану, Чингисхан собрал огромную армию и послал её на город Ургенч. Татарским воинам не удалось штурмом овладеть городом. Ургенч был сильным городом с крепкими и мощными стенами, с многочисленными башнями на стенах вокруг города. В течение пяти месяцев татары держали в осаде Ургенч. Тогда к той большой армии татаров Чингисхан прислал в качестве подмоги ещё войска. В конце концов, после длительной бомбардировки таранами, катапультами и другими стенобитными устройствами, одна из стен обрушилась, и татары ринулись в эту брешь. Внутри города завязалась жестокая схватка. Жители города с доблестью защищали свои дома. В каждой улице и у каждого дома кипел яростный бой. Но силы были неравны. Мусульмане не смогли совладать со вновь и вновь входившими в город татарскими войсками. Кочевники своей многочисленностью подавили жителей Ургенча и город Пау. В результате этой битвы внутри города неисчислимые потери понесли как одна, так и другая противоборствующая сторона. Потерпев поражение, жители города стали спасаться бегством и укрываться в различных местах города. Татары не стали преследовать и выискивать их. Вместо этого они вышли из города, разрушили дамбу на реке Амударья, и бешеным потоком устремившаяся вода полностью затопила город. Все дома города за короткое время оказались под водой, и никто из находившихся в городе не спасся. С падением Харасана и города Ургенча весь север величественного хорезм шахства оказался завоеванным татарами. Таким образом, завоеватели татары приблизились к границам Ирака. Нетронутым был лишь южный край государства, где правил средний сын Мухаммада Хорезми Джалаль-Эддин Менгбурны. В земли южного хорезма входили территории современных Афганистана и Пакистана. Джалаль-Эддин находился в городе Газни. Усмирив и подчинив север Хорезма, Чингисхан стал подумывать о походе на южные земли государства. И спустя некоторое время большое татарское войско поступило к городу Газни, к столице Джалаль-Эддина. Зная о тех бедах, которые обрушились на Ургенч, и о том, что его отец, спасаясь от татар, умер на чужбине, Джалаль-Эддин понял, что теперь только он несет всю ответственность за государство. Еще до прихода татар к Газни, Джалаль-Эддин стал готовиться к войне и собрал довольно большое войско. К тому же к нему присоединился еще один из турецких эмиров Сайфуддин Бугра во главе 30 тысяч воинов. Сайфуддин был опытным военачальником, и его присоединение к Хорезмскому войску было весомой поддержкой Джалаль-Эддина. Также стали стекаться в южный Хорезм к армии Джалаль-Эддина остатки разгромленных Чингисханом войск северного Хорезма. Их численность составила 60 тысяч человек. Чудом спасшийся эмир одного из городов Ирана Малик-Хан со своими воинами также присоединился к Джалаль-Эддину. Таким образом, создав очень грозную боеспособную армию, Джалаль-Эддин вышел навстречу татарскому воинству близ города Балх, неподалеку от Газни. Местность, где расположились мусульманские воины, была гористая и каменистая, и весьма неудобная для совершения маневров татарским садникам. Именно по этой причине и выбрал Джалаль-Эддин то место. Вскоре сюда прибыла несметная орда кочевников, и между ними и воинами Джалаль-Эддина завязалась ожесточенная битва, сродни которой еще не знала земля Хорезма. Сознавая, что это одно из последних сражений, и в случае их поражения, мусульмане сражались, проявляя стойкость и доблесть, граничащими с героизмом. Ведь с потерей этих земель Хорезмское государство перестанет существовать. Воины Джалаль-Эддина во время битвы не отступили ни на шаг. Наоборот, время от времени тот или другой татарский отряд, не выдерживая, спешно покидал поле битвы и отступал. После беспрерывного трехдневного сражения мусульмане одолели врага. Это было первым поражением непобедимых воинов Чингисхана. Велики были потери у татар. Уцелевшие воины в панике ускакали в ставку Чингисхана. После блестящей победы Джалаль-Эддин и его воины сильно воодушевились. Убедившись, что татар можно победить, они воспряли духом, и к ним вернулась былая уверенность в своих силах. Еще они убедились в том, что, будучи сплоченными, можно противостоять любому врагу, и что только в единстве сила. Стараясь не впадать в эйфорию, Джалаль-Эддин решил излечь максимум пользу от той победы. Не оттягивая время, он послал письмо Чингисхану, вызывая того на новую битву. Джалаль-Эддин спешил, дабы татары не восстановили свои силы после поражения и не привели в порядок свои ряды. Однако Чингисхан сумел за кратчайший срок снарядить еще более мощную армию. Противоборствующие войска встретились возле города Кабул в Афганистане. Здесь же состоялось яростное сражение по масштабу не уступавшее предыдущему и по тому же сценарию, что и битве при Балхе. Однако, все же настрой мусульман отличался от их состояния перед первой битвой. Теперь же они, чувствуя себя намного увереннее, сражались словно львы. На протяжении всей битвы моральный и боевой дух мусульман был на недосягаемом уровне. В итоге татары были вновь в дребезги разбиты. Более того, мусульмане отбили у них около тысячи пленных своих собратьев. Также хоремские воины захватили у татар большую добычу в виде драгоценностей и других материальных ценностей. С одной стороны, много пользы и удобств от мирских драгоценностей и богатств. Однако, множество людей, ослепленные златом мирским, становятся заложниками богатства и в порыве страстного поклонения золотому тельцу, в финале находят лишь свою гибель. Амр бин Ауф, сподвижник пророка, передает слова пророка Мухаммада Мустафе, саллаллаху, алейхи вассалам, относительно мирских богатств. Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вас постигнет нищета и бедность, однако боюсь, что вы станете обладателями мирского злата и сокровищ. В неуемной жажде обладания еще большими богатствами вы в конце концов придете к своей погибели. Также до вас погибали люди предыдущих эпох. В те времена большинство мусульман, являясь материалистами, страдали жаждой обогащения. В глазах у воинов Джаляль-Эддина при виде такого количества трофейных богатств появились алчные близки, и первым делом они решили разделить их между собой. Сайфуддин, Бугра и Малик Хан сцепились между собой в борьбе за обладание большей частью трофея. Разногласия между двумя ведущими военачальниками переросли в открытую враждебность. В словесных перебранках, сильно рассорившись, они схватились за оружие, и в это предстояние были втянуты воины обоих предводителей. Оружие, еще вчера примененное против татар, сегодня было направлено соратниками друг на друга. Случилось то, что предрекал и отчего предостерегал пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейху ассалам. Мусульмане, не поделившие трофеи, сошлись в схватке, и в ходе которой было убито много воинов, в том числе и брак Сайфуддина Бугра. После этих событий Сайфуддин решил уйти из расположения мусульманской армии. Долго упрашивал его Джилляль-Эддин остаться, говоря о святости джихада, но Сайфуддин Бугра был непреклонен. С уходом Сайфуддина мусульманская армия лишилась самого лучшего отборного отряда, коим являлись 30 тысяч турецких воинов Бугра. Междуусобица в среде мусульман негативно сказалась на боевом духе воинов. После нелицеприятной сцены, устроенной Сайфуддином и Маликханом, переросшей в убийство многих их собратьев, и после ухода Бугра со своими воинами, Джилляль-Эддин и армия были сильно подавлены происшедшим. На пребывавших в таком состоянии мусульман снова надвинулись войска Чингисхана. Великий Чингисхан на этот раз сам возглавил армию. Он жаждал мести по отношению к мусульманам, которые дважды подряд разбили его армию. Уменьшившиеся числом армии Хорезма на этот раз перед лицом надвигающейся татарской орды пребывали в сильной тревоге и смятении. Та уверенность в своих силах, что была раньше, исчезла из сердец мусульман. Видя моральную неподготовленность своих воинов, Джилляль-Эддин не решился выйти навстречу Чингисхану. Собрав своих воинов, он спешно двинулся в противоположном направлении от татар на юг. Джилляль-Эддин, так же, как когда-то его отец Мухаммад Хорезми, начал избегать сражения с Чингисханом. Но Чингисхан, обуреваемый гневом, хотел во что бы то ни стало отомстить мусульманам за два предыдущие поражения. Меняя одно место на другое, Джилляль-Эддин уходил от преследовавших его татар и добрался до Пакистана. Затем, пересекая весь Пакистан, Джилляль-Эддин с войском подошел к реке Инд, которая в то время разделяла Пакистан и Индию. Но на реке не оказались судна для переправы. Речные судна и плоты в то время находились довольно далеко от места, где стояли мусульманские войска. И тут неожиданно показались татары во главе с Чингисханом. Джилляль-Эддин и его воины оказались в западне. За спиной многоводная широкая река, а впереди разъяренные орды татар. Пребывая в такой ситуации, Джилляль-Эддин был вынужден принять бой. Бой был ужасным. По словам очевидцев той битвы, первые две битвы по сравнению с этим боем были детской забавой. Звероподобные татары и загнанные в угол мусульмане дрались остервенело. В течение четырех суток, ни на минуту не прекращавшиеся в битве, погибло множество татар и мусульман. Погиб также и Малик Хан, который из-за трофеев убивший много мусульман, в том числе брата Сайфуддина Бугра, тем самым нанеся большой ущерб мусульманскому воинству. Как и предсказывал пророк Мухаммад Мустафа, его погубили мирские богатства. Он и многие другие мусульмане погибли из-за раздора, учиненного им после победы близ Кабула. На пятый день прибыли судно и плоты, и Джилляль-Эддин, недолго думая, переправился в Индию. Несмотря на то, что с гуридами в Индии у него были плохие отношения, он все-таки решил, что будет лучше находиться среди враждебных гуридов, чем здесь, сражаясь с войсками Чингисхана. Переправляясь через реку, дабы спастись от врага, Джилляль-Эддин этим оставил на произвол судьбы мусульманские города и их жители. Озлобленный огромными потерями своих воинов за последние дни, Чингисхан выместил всю свою злобу на мирных жителях близлежащих городов. Наибольшие беды и мучения пришлись на долю жителей города Газни. Бурей прошлись по этому городу палачи-татары. Чингисханам был отдан приказ не щадить никого, ни стар, ни млад. Беспощадный меч татаров прошелся по головам жителей Газни. Никто не уцелел в этом городе. Красивейший город Газни был сравнен с землей, словно его и не существовало. Там же в руки татар попалась семья Джилляль-Эддина. Чингисхан велел вырезать их всех доедино. Наконец Чингисхан достиг того, о чем мечтал давно – захватить Афганистан. Он не ожидал, что добьется этого так легко и быстро. Теперь ему открывались дороги для дальнейшего завоевания других соседних государств. Все эти описанные события от начала до конца произошли в 1221 году. За два года было завоевано могущественное государство Хорезм. Давая оценку событиям того лихолетия, нужно отметить, что падению Хорезм-шахства больше способствовали сами харизмейцы, а именно их безволье, несогласованность и безмерная любовь к жизни в ущерб стремлении сражаться за свой край. Ничуть не умаляя достоинств Чингисхана в плане военной стратегии, скажем, что причиной столь быстрого и легкого завоевания являлась бездарность и безответственность правителей Мухаммада Хорезми и Джилляля-Эддина. Да убережет нас Всевышний от доли тех, кто своим безволием ведет себя к погибели в обоих мирах.